Теперь, собственно, рассмотрим эталонную модель ISO-IC. Модель, как я сказал, очень хорошая, а стык протоколов оказался нежизнеспособным. Эта модель строилась из идеологических соображений, как комитетская модель. Она должна была заменить все остальные стыки протоколов и все остальное, то есть такая глобальная. В эталонной модели ISO-IC 7 уровней. Почему 7? Ну так получилось, что 7 там было в начале, 5 уровней рассматривалось, 11-13 уровней. Ну, можно сказать так, человек может воспринимать 7 плюс-минус 2 объекта сразу. То есть, чем больше уровней, тем удобнее описать функционирование, красивее получается. Ну и остановились на 7 уровней, потому что больше уровней человеку трудно воспринять одновременно. Это физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представительный, прикладной. Соответственно, вот у нас перечислены все эти уровни, а справа даны названия пакетов этих уровней. Что у нас тут? Бит это на физическом уровне, кадр на канальном уровне, на сетевом уровне датограмма, на транспортном сегмент и сообщения на прикладном уровне. Как видите, сеансовый и представительный уровень выпали. Почему? Ну, фактически у нас из-за того, что эта модель существует как сферический конь вакууме, она очень красивая, но реально все работают с настоящими протоколами живыми. А эти протоколы просто приравнивают к эталонной модели, чтобы иметь некий эталон для сравнения. Ну и, как мы видим, сообщение сегмент датограмма, это соответствует, скажем, стеку протоколов TCP и IP, кадр бит IEEE 802. То есть, вот хорошо эти два стека протоколов сюда ложатся. Физический уровень. Ну, фактически, что делает физический уровень? Тут нужно запомнить, что ISO-C не рассматривает среду передачи, не рассматривает оборудование, не рассматривает всякие коннекторы и так далее. Все это ниже физического уровня ISO-C. Никаким образом не рассматривается. Она рассматривает преобразование битов, то есть, кодирование сигналов. Вот это то, что рассматривается на физическом уровне. Соответственно, на физическом уровне, грубо говоря, мы кодируем сигналы и преобразуем из одного вида в другой. Ну, скажем, из цифрового в аналоговый и обратно. Таким образом, физический уровень предоставляет канальному набор битов. Канальный уровень, да, в принципе, канального уровня может быть даже достаточно для дальнейшей работы, но канальный уровень не имеет средств работы с большими сетями, не имеет никакого понятия о маршрутизации. Таким образом, он ограничен локальной сетью, некой небольшой областью. Он предоставляет вышележащему сетевому уровню, собственно, кадры, фреймы, с помощью которых в дальнейшем и производится передача информации. Ну, пытаются, поскольку он нижележащий, удобно с ним работать, пытаются его нагрузить дополнительным функционалом, который до этого не применялся к нему. Но, если мы рассмотрим историю сетевых операционных систем, скажем, стэк протоколов NovelNetware, он базировался именно на канальном уровне. То есть, при большом желании мы можем выкинуть многие верхние уровни и прикладной уровень цеплять прямо на канальный. Впрочем, у IBM было то же самое. Сетевой уровень. Ну, основная функция сетевого уровня – это маршрутизация. На сьем уровне у нас передаются датограммы. Датограммы, как мы уже обсуждали, это сеть без предварительного соединения, то есть, connectionless сеть. Ну, и, собственно, на сетевом уровне и строятся глобальные сети. То есть, без сетевого уровня в каком-нибудь виде глобальные сети построить было бы невозможно. Ну, и, поскольку эти глобальные сети, то сетевой уровень задает еще и адрес сетевого уровня, сетевой адрес. Ну, в части в сетях IP – это IP-адрес. Ну, естественно, и канальный уровень задает канальный адрес. Это MAC-адрес. Но он интересен только, поскольку канальный уровень – это локальный уровень, он и интересен только в рамках локальной сети. За пределами локальной сети MAC-адрес не нужен. Поскольку сетевой уровень это глобальный уровень, то адрес сетевого уровня это глобальный адрес. И нужно знание глобального адреса для того, чтобы соединиться с каким-то узлом. Вот собственно функции подробные сетевого уровня и услуги, которые он предоставляет. Тут вот мы упор сделаем на сетевой адрес, хотя канальный тоже предоставлял адрес, но адрес канального уровня доходил до сетевого и там умирал. Дальше он не нужен. Сетевой адрес это глобальный адрес, он нужен будет на всех уровнях. Это вот такой глобальный уровень. Транспортный уровень обеспечивает логические сеансы. То есть он обеспечивает connection full соединение. Он строит связанную соединенную сеть. Также он выдает адрес транспортного уровня. Адрес транспортного уровня это порт. В результате у нас идет для глобального состояния пара IP-адрес, порт. Это у нас глобальная информация о каком-то объекте. То есть IP-адрес это в объекте, порт о услуге в рамках какого-то узла. Вот глобальный идентификатор. Ну и поскольку у нас идет установка соединения, сессии на транспортном уровне, то у нас на транспортном уровне получается дуплексная передача. Естественно, что поскольку транспортный адрес, у нас есть пара адрес узла и адрес услуги на узле, у нас может быть между двумя узлами некое произвольное, ну, есть максимальное количество, конечно, количество портов, некое произвольное количество транспортных соединений. Тут у нас перечислены функции транспортного уровня и услуги, которые он передает в вышележащем уровне. На транспортном уровне также начинает решаться проблема качества обслуживания. К сожалению, проблема качества обслуживания достаточно сложная, противоречивая, поэтому реально в рамках, скажем, протокола TCPIP она не имеет полного решения на уровне сетевого и транспортного уровней и решается она с помощью прикладных протоколов. Сеансовый уровень. Основная функция сеансового уровня – это реализация службы имен. То есть разрешаются имена из одного типа в другой тип имен. Например, служба DNS или служба LDAP. Эти службы занимаются разрешением имен. Уровень представления Presentational Level. Ну, фактически этот уровень занимается преобразованием информации. Кодирование, например. То есть все протоколы с скриптованием – SSL, TLS, SSH – это протоколы, которые вот имеют отношение к уровню представления. То есть преобразование и кодирование информации. И поскольку у нас работа с информацией, то этот уровень – это уровень синтаксиса. Уровень семантики – это уровень уже прикладных протоколов. У нас три уровня, да, вы помните. Синтаксис, семантика и прагматика. Так вот, уровень синтаксиса – это уровень представления. Тут у нас описаны услуги и функции. И, наконец, прикладной уровень – это все, что не вошло в нижележащие уровни. То есть, что там будет делаться и как, это уже оставляется на волю разработчика. Ну, да, действительно, нужно же было построить охватывающую классификацию, чтобы она полностью всю область описывала. Вот эта гибкость прикладного уровня порождает и негибкость нижележащих уровней, порождает то, что на данный момент для реализации какой-то необходимой функциональности пишется новый протокол прикладного уровня. Хотя, по своему функционалу он должен находиться, скажем, на более нижележащих уровнях. Но нижележащие уровни, они более костные, они реализованы в куче оборудования, изменить их крайне сложно, внести какие-то изменения в них очень сложно, поэтому проще строить новый произвольный протокол прикладного уровня, который будет решать наши задачи. Вот в этом большая гибкость. Ну, собственно, это финальная прокладка между системами передачи информации и потребителем этой информации, ну, скажем, человеком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...